Мохнатый бармаглот и мечтательный звездочет. Самые необычные и волшебные персонажи на днях приехали в Чебоксары из Казани и поселились в художественном музее. Мои коллеги Галина Титарчук и Николай Яковлев познакомились с ним лично. На первый взгляд эта белая медведица кажется обыкновенной, но когда приглядываешься внимательнее, понимаешь, это елка. Надев на себя гирлянды и украшения, она превратилась в новогоднее дерево, чем очень порадовала своих малышей. А вот этот бармаглот только на первый взгляд кажется страшным. На самом деле он очень любит детей. И если погладить его по спинке, настроение сразу поднимается. А когда обойдешь всю выставку, начинаешь верить, что куклы вот-вот и живут и заговорят с тобой. Ведь в каждую фигурку кукольники вложили свою душу. В 2007 году восемь казанских мастеров объединились и стали совместно путешествовать со своими работами. Сегодня их любят и знают во многих поволжских городах. Отзывы зрителей, как в Казани, так и в Ишкаролит, и в Казмодемьянске, что люди очень хорошо принимают, очень окунаются в свое детство, в воспоминания, глядя на наши работы. Для детей это больше открытие. Они видят какие-то работы, удивляются. А взрослые, наоборот, у них ностальгические какие-то ощущения очень часто возникают. Сами организаторы называют свою выставку волшебной лавкой или магазинчиком, где каждый может бесплатно получить солидную порцию чудес. В волшебной лавке можно не только полюбоваться на кукол, но и, например, покататься вот на этом белом коте. Или присесть на волшебную лавку и загадать желание. Правда, по прилагающейся к лавке инструкции, желание можно загадывать всего одно, но самое заветное. Организаторы напоминают, что познакомиться и поиграть с шерстяными игрушками и полюбоваться на необычные картины казанских мастеров можно будет в течение всего октября. Галина Титарчук, Николай Яковлев, Республика.